Иду в Леруа Мурлен Все, я вам покажу, я буду сейчас покупать всякие вещи для нового гаража Его нужно чуть-чуть подтеплить, так скажем Поэтому сейчас все купим, выберем, посмотрим Уже Новый год Новогоднее настроение Короче, есть вот такие вот прожектора И есть вот такие вот маленькие 168 рублей стоят Вот они Конечно, совсем малютка Но мне кажется, если две такие купить Нормально Вот две такие возьму Какие лампы красивые Я не знаю, нахер они мне нужны в гараж Ну, короче, вот У меня в деревне лежит вот такой, по-моему, маленький Типа, вот как вот такой По-моему, он поменьше Либо такой же у меня в деревне лежит Мне кажется, много света не бывает и было бы нормально А нет, вот он Вот, вот точно такой же Видимо, эти подешевле стоят Вот такой уже Сколько он стоит? 400 рублей 208 рублей Есть вот такой вот шнур Я думаю, те светильники подключить вот к этому шнуру Так Вот он Подключить отсюда И чтобы было удобно носить с собой Мне нужна пена Поэтому возьму вот такие две обычные пены Одну Вторую И обычную вот такую штуку Вот она Взяла вот в такой вот коробочке Вот такие вот 15 штук крючков На них будет висеть брезент И крепляться будет вот к этой леске Вот такая леска 5 метров И чтобы ее закрепить как бы по краям к стене Взяла вот такие две штуки Один вот этот крючок стоил 22 рубля Я их взяла 15 штук Вот это не помню, сколько стоило Вот это 400 рублей Вот это стоило Смотрите, какая прелесть Вот такая штукунция Какая красота Все такое новогоднее красивое Я уже нахожусь в гараже И покажу вам, что я сюда вообще привезла И что тут надо сделать обязательно Я не знаю почему, но здесь очень много лопат осталось От прежнего арендатора Вот это все Арматуры вот эти Вот это все от прежних Либо это владельца Либо арендатора прежнего Не знаю, у кого это Вот Свет Такой вот Но с этой стороны еще надо будет поставить свет Потому что когда я буду, например, ремонтировать Вот тут будет стоять жигулька Если я буду ремонтировать подвеску с этой стороны То просто свет будет перекрывать жигулька И тут будет темно Я уже привезла сюда аккумулятор Масло для жигульки Набор инструментов Также здесь всякие штуки для моей жигульки Такая вот розочка для дисков Всякие наклеечки от дисков моих новых Болты Они очень дешево стоили на самом деле Такие вот малышки Стекло Ну, они качественно сделаны, короче Так что если кому-нибудь нужен такой обычный простенький свет В гараж там или еще куда-то Или во двор Тупо поставить в деревне там где-нибудь То вот покупайте в Леруашке Они рублей 170 Наверное стоило одна штука Выглядит прям прикольно Дальше две изоленты черные обычные Одна побольше, другая поменьше Тоже понадобится Также я купила два таких вот крепления Чтобы прикрепить на них трос Но Но Оказалось, что я даже этого не заметила Оказалось, что здесь двух сторон И по низу как бы есть А нет, по низу только с одной стороны Вот там вот есть, видите И вот с этой стороны тоже есть Так что в принципе можно и придумать И без этих креплений Не заморачиваться Сам трос Вот такой вот Тут пять метров, по-моему, да? Пять метров шестимиллиметровый Но оказалось, что и трос тоже тут есть Тоже остался от предыдущих Вот он Ну он какой-то ржавенький Какой-то не очень Ладно, у меня красиво будет Сейчас надо, короче, пропенить этот гараж Потом Я хочу сюда поставить печку Потому что без печки никак все-таки В процессе работы хоть ты и не замечаешь холод Но потом больной отвлечь как-то не очень хочется Вот Печку я, короче, хочу Вот тут есть дыра в стене Вот так вот И вот как раз-таки через эту дыру Я хочу вывести печку Вот сюда вот ее поставить Чтобы она вот так выходила Но Может, конечно, можно будет и без печки Если я привезу еще один конвектор У меня есть еще один конвектор дома Вот такой же Я их покупала две штуки Вот Но у меня просто дома временами холодно бывает Как будто недостаточно отопления Вот И я дома держу один конвектор И если вот запенят там двери Прям все-все-все-все-все сделать герметично И штору я хочу, короче, брезентовую Так, чтобы висела Либо брезентовую, либо с ПВХ материала Либо с ткань Оксфорд есть Еще Еще какие-то, наверное, есть Не знаю Я знаю только вот Три вот типа Леру Аберлин сегодня смотрела Вообще нету никакой такой ткани Обычной только эти Тенты Тенты Это ткань, знаете, вот как от мешка Вот я мешок вам показывала Точно такой же материал Просто зеленого цвета Вот Поплотнее может чуть-чуть Но по факту Сборка такая же Как по Сегодня еще надо будет сюда жгутку уже привезти И завтра я У меня будет съемка сюжета А вы мне Я буду там Будет интервью очень интересное С некоторыми вопросами На которые я еще никогда не отвечала Особо разбернуто Буду показывать там полностью свой гараж Буду показывать этот гараж Возможно Мы с ними поедем еще в деревню И там тоже полностью так Будем показывать мой гараж Ну не мой он, конечно Очень жаль, что не мой Вот Но там стоит моя жигулька Все До скорых встреч Я вернулась домой Сейчас беру губу Спойлер И все-все-все Всякие штучки от жигуляки Завожу жигуляку И еду обратно в этот гараж Отвести Запчасти И отвести саму жигуляку Я уже все Положила в жигуляку Зашла за Маленькими вещичками Спускаюсь К жигуляке Стоит Греется Короче Каков план сейчас? Сейчас я ее Отвезу сначала На мойку Чтобы она все-таки Чистая уже стояла В гараже Просто пробить Хотя бы вот постараться Убрать вот эти вот Слои льда Хотя я думаю Что они все-таки Не уберутся И уже отвезти ее в гараж Все Приехала мыться Вон какой слой Огромный просто Тут вороны поели И накакали Смотрите Какая розовая Вообще приколыстно Смотрите Какой яркий цвет Надо в такой Покрасить Когда-нибудь Машину Смотрите Вот тут Как будто все В броне Это все лед Причем Вон какой слой Все Бричка готова Чистейшая Сейчас выезжаем На самом деле Мне даже нравится Как она выглядит Без одной Стекляшки на фаре Хочу даже так Оставить Просто диод Туда можно Поставить Какой-нибудь И все Си Готово Кстати Гараж Намного больше Чем тот Где стоит Тренажка Видите Как помещается И плюс В чем Плюс Самый главный Плюс Я Спокойно Открываю Дверь И тут еще Вон Три табуна Коней Может пройти Вот Около Открытой Двери Я очень Сильно довольна Прям очень Очень сильно Довольна Опа Так В общем-то А я коврики Коврики помыла Кстати Коврики Вообще Говно Грязные Были Я их Помыла Давайте Заглушим Если вы не знаете У меня еще музыка Тут играет Стар Стар С bus как о как далее как мне кажется очень красота я такая довольная тут шерсть маркиза на нем потому что спойлер и губа это все лежало у меня дома так вот выглядит губа мне кажется те кто понимают знаете пути кто в теме поймут что это за губа вот я аккумулятор достала вот такой вот аккумулятор у меня медведь и прикол в чем у этого аккумулятора другая полярность и поэтому проводов не хватает и его вот так ставила чтобы до казани доехать и еще у меня я вам не показала есть вывороты это краснодарский выворот тяжело одной рукой открывать в принципе я думаю так покажу вам нормально будет и понятно будет они вот такого розового фиолетового цвета а тут вот не распакованные висички и вот всем до следующего дня и всем пока пока холодный гастрой буду смотреть здесь брезент потому что в леруа мерлен его вчера не было короче я приехала в торговый центр в днс мне нужно купить штатив чтобы облегчить мою работу и нормально снимать и и еще чего я купила ватин чтобы сделать из него штора вот это вот стоит 7500 я звонила прикиньте это штора для гаража как-то брезент что ли что такое ну короче то же самое что я сейчас буду делать по сути просто чуть-чуть из другого материала 7500 стоит 7500 чистый брезент стоит трешку просто без утеплителя без ничего тонкий материал трешку стоит куда лечь по-другому все обыграю такое хочу купить я прошу консультантов подойти ко мне ко мне никто не подходит все заняты ждем в общем вот этот штатив как мне сказали он есть только вот в одном экземпляре только вот этот вот витринный вариант я витринный вариант и такие его вы лично не хочу покупать потому что он весь поцарапанный при этом никаких скидок на витринные варианта нету к сожалению не знаю почему оплатила я в итоге штатив но это временный штатив нигде не могу найти нормальный высокий поэтому на сегодня хотя бы хотя бы такой путь будет дурдом я сейчас вам расскажу просто что было чем собрала штатив прикольные сумочками с ним идет он почти как я он сто тридцать пять не знаю то ли я низко тракая то ли штатив не сто тридцать пять но мне понравился короче короче что случилось я же приехала сначала в сети центре в днс захожу в днс спрашиваете вы прошу тива один человек вот в том конце типа в том конце пошла на тот конец там нету статью спрашиваю другого в другом конце там нету спрашиваю 3 он говорит все штативы собрали и увезли вообще куда-то непонятно куда ладно ушла из этого днс и пришла в эльдорадо в эльдорадо мне говорят вот у нас хотела вот тут и просто я сидела и уговаривал человека посмотреть в базе если не в наличии в итоге оказал такую нет типу нету и он такой вот покупайте тот который стоит на стене выставочном за там бешеные деньги блин и никаких скидок просто используем и штатив там все как бараны просто стоят с друг другом разговаривают якобы заняты в эльдорадо я ставлю дизлайк приехала приехала в рио берлин тут 14 рублей стоит одна вот эта штука пеноплекса короче какая тема я думаю купить вот такой вот мне кажется этого во первых и выгоднее выходит и намного лучше будет то есть она и и теплоизолирует и конденсат снижает написано минимизирует потери тепла через кровлю это я прочитала ну короче тема нормальная стоит 7000 я подумаю хочу взяла вот такой вот тент в него внутрь него я засуну материал который называется ватин и получится брезент тот самый который стоит 7 500 здравствуйте забыла одно из самых главных перчатки сейчас бы найти перчатки на мою руку потому что все перчатки большие взяла я самый маленький размер не знаю подойдут или нет на мужскую руку они сто процентов не подходят честное слово я так намучилась с этими перчатками но нигде не мать не на нигде не найти на мою руку короче я уже в гараже включила конвектор включила пушку оттенала видос на инстаграм типа асамы уже все сюда перенесла сейчас я вам покажу распыговочку сейчас буду пить вот эти все места а потом еще зайду в трансляцию в инстаграме и в инстаграме уже буду показывать как я буду делать вот этот вот брезент штору вот вам уже покажу конечный результат только короче купила вот такие вот перчатки они мне большие все равно эти перчатки мне все равно большие стоили 80 чем-то рублей грабеж вот следующий тент строительный 4 на сколько метров 4 на 5 метров стоил около 1000 рублей то есть прям близко к 1000 рублей 900 с чем-то так это я вчера уже показывала вам то что я покупала вот такие вот крючки для брезента дальше 3 монтажные пены каждая стоила около 300 рублей чуть больше 300 по моему три штуки вот но это пока что понимать это даже мне кажется не 50 процентов пены сколько нужно будет но я вот вам показала же мне кажется все таки такую куплю которая там 7000 стоила но она намного лучше вот вместо пеноплекса 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 вместо пеноплекса это вот такая вот ткань это вообще ткань на упаковке было написано что она для утепления роз вот она как вам объяснить такого материала всем сблизи покажу вот видите какая она вот ее толщина вот она будет снаружи снаружи материала который я купила уже толстый утеплитель так скажем сразу скажу по любому кто не захочет сделать так же потому что реально вот эти вот сами шторки которые люди продают они стоят очень дорого тысяч 7 минимум то есть это минимум прям я покупала вот этот материал покупала 490 рублей ну 500 так скажем рублей ватин называется материал который находится внутри брезента я его покупала он не вышел 140 по моему рублей за погон метр погон метр это метр на полтора короче вот такой материал но вы его ни в каком строительном магазине не найдете вот он такой вот материал очень теплый я взяла 4 погон метра и также взяла иголку иголки и нитки так что если захотите найти где нибудь вот такой материал и сделать своими руками себе брезент то ищите именно в тканевых магазинах где продаются тканей текстилий как отелье вот что то такое полипробилен полипропилен полипропилен прям и ну я думаю не упаду короче я разочарована я купила неправильную штуку вот эту вот видите у нее резьба такая широкая а пенок короче к моей пене не подходит эта студенция 250 рублей потратила на это буду вот такой штука делать я не знаю как у нас как успешным получится у меня делать этой штукой и насколько это удобно вообще она не очень надежно выглядит конечно короче что я вам хочу сказать возможно я выглядю как бомжара я возвращаюсь гаража домой взяла штатив чтобы выйти в прямую трансляцию внести и сшить там этот дурацкий брезент потому что в гараже вышить невозможно из того что гараж еще не утепленный я уже думаю все таки все таки точно купить печку вот холодно мерзнут ноги в гараже не очень получается сейчас буду стараться дома это сделать также в трансляции внести так вот думаю что встретимся уже завтра будни с крединой я беру с собой расческу все вещи которые мне нужно с собой взять у меня уже в машине одеваю пальтишко короче я вам сейчас объясню почему я сейчас красиво одеваюсь хотя но по факту мне нужно ехать в алгорож потому что сначала мне нужно поехать во первых магазин а мне хочется короче красиво чуть-чуть ну походи вот и мне нужно еще по музыке вот компания одна автозвука предложила мне сотрудничество поэтому с скидкой я буду у них покупать автозвук вот на жигульку будем ставить автозвук не знаю мне кажется не сегодня потому сегодня буду утеплять гараж сегодня опять уйдет очень много денег на улице холодно чуть не упала всем привет я уже в гараже купила эти утеплитель долбаный за миллиард миллионов денег в итоге пока в гараже бардак вот так вот все тут выглядит что я сейчас буду делать я вам скажу так процесс как я это все наношу я чуть-чуть сниму вообще ну чтобы показать как это работает что-то не знает но сам процесс я не буду снимать из-за того что у меня нет зарядки вот так вот потому что до этого ездила покупать музыку я уже вам показывала и у меня там зарядка закончилась это вот смотрите я купила два набора один вот такой большой где есть и пистолет и очиститель другой набор там просто эти баллоны вон он стоит баллоны наборами выгоднее получается покупать как тут все плотненько хорошенько выглядит вот этот пистолет отдельно стоит двушку прикиньте других нету они стоят двушку эти пистолеты это просто трэш короче в комплекте с каждым баллоном идет вот такая вот насадка которая одевается на конец было написано что регулировочный винт нужно открыть до упора вот он до упора так как бы он обратно видите меньше становится это значит не до упора вот сейчас будем вставлять просто закручивать как я понимаю и возможно я не понимала да я понимаю баллон с пеной важно не перегревать это я тоже прочитала пока что я думаю не перегреваем ну по моим чисто ощущение внутренним еще ой еще в наборе была угловая насадка для распыления на пол потолок вот если мне хватит на потолок было бы хорошо конечно потолок тоже распылить я в шоке я ставлю лайк ребята определенно покупайте даже если это вам не надо на самом деле гараж вот я даже сижу сюда смотрю знаете визуально как будто больше стал короче это пипец потому что который был вот в этом наборе уточню что компании одинаковые даже покажу вам название видите просто разные наборы этот набор там с угловым наконечником там пистолетом и пистолет вот этот вот несчастный пистолет который в розницу отдельно стоит две тысячи рублей стоит две тысячи рублей логично он не подходит к вот этому набору прикиньте и мне придется вот такой вот пинти плю и разбрызгивать это я не знаю мне кажется это сейчас какая-нибудь херня просто получится ну давайте попробуем короче в общем это оказывается будет даже не на 10000 это утепление а дороже потому что на 10000 получилось вот так вот то есть вот такие масштабы там нужно вторым слоем пройтись а тут ничего как бы не утеплено и также я хотела бы конечно потолок не знаю насколько это насколько это рублей все станет вот но пока что так пока что я всегда делала вот тут стоит музыка потом сниму инстаграм обзорчик вам не сегодня уже если замерзла задубила вот поэтому на это на сегодня это все встретимся в другой день возможно завтра опять я тут и вот эти же вещи мне опять нужны еще взяла вот такие вот штуки что-то полторы тысячи что ли стоит она прямо изнутри теплая в гараже носить нужно примерить укромные местечки тут как раз таки людей нету чтобы никто не видел что это примеряю с этими всякими вещами я останусь банкротом скоро можете меня поздравить вот это вот один баллон я взяла 600 рублей стоит 508 с чем то вот это вот стоит трешку и вот этот вот без пистолета мне нужен именно такой потому что пистолет у меня уже есть этот который там должен быть стоит шестерку и вот все вместе а еще обувь я взяла вот такой вот теплый гараж все выходит около 11 тысяч в общем вот так вот все я несу пока в тележке и вот можете сделать стоп посмотреть на сколько стоило вот тут была такая вот примерно проплешина и вот эти вот тоже места тоже запенила и тут чуть-чуть второй слой нанесла возвращаясь вам спустя неделю за эту неделю я подключила свет в гараже и смотрите я приехала в зерошку сейчас буду становились музыку чё купила вот такие саморезы 200 рублей что ли стоили тут 200 штук такие обычные саморезы чтобы установить подиумы вот такие вот такие они разные потом купила вот такой стеллаж он стоил по полторы тысячи он маленький планирую потом попозже купить за 4 500 вот к стеллажу нужны полочки ой не полочки а контейнер чтобы них хранить два вот таких контейнера обычные вообще 120 рублей 121 по моему стоили и вот тут вот видно вам два вот таких вот как органайзер тоже понадобится по-любому и коробка коробка 50 рублей что ли стоило это чтобы там я не знаю коленями вставать на нее чтоб не пачкаться вот так вот сейчас выбираю удлинитель возьму вот такой вот простой удлинитель 3 метра 250 рублей мне уж там какой-то супер офигенный удлинитель не нужен в общем я уже в гараже и стеллаж уже почти до собран я его собирала в прямом эфире и последний штрих это вот эти штучки они должны стоять на дне но проблема в том что я ставил то такие как бы ну тут надо было оставить вот это лишнюю штучку вот и сюда буду вешать куртку или еще что то но она острая поэтому просто решила поставить наверх внизу они там нафиг не нужны один фиг она мне там я не знаю линолеум царапать не будет я поставим у ванна все вот такой вот стеллаж вот так он выглядит мне понравился правда вообще для молочевки отличный стеллаж говорят написано что удержит 120 килограмм я вообще сомневаюсь в этом конечно я хочу приклеить забрендировать так скажем эту полку вот такой вот накличку мне просто этих накличек вот так вот просто от колонок от динамиков сейчас будем преображать мою штуку мой стеллаж сюда вот сейчас уголок приклеим давайте вот сюда лучше наверно сюда или сюда сюда так так вот так вообще получилось все отклеиваем теперь такого стеллажа нет точно ни у кого только у меня он оказывается стоил 40 рублей я даже там на видео в том кусочке сказала что 250 обалдеть и мешок мешок он нужен мусор выносить если под машиной что-то делать постелить мешок как бы и коленями на него стать так буду ставить пока что на верхнюю полку на нижней полке будут вещи другие тут такой вот контейнерчик вот так красиво все будет стоять вот такие три ножа этот что-то с ним случилось я даже не поняла в какой момент пришла в гараж он был нормальный все запенило и он вот такой стал ладно тоже нормально мы его положим вот так чтобы не видно было все таки поставим на эту полку тут вот будет лежать всякие мелочи типа там ключи и когда пришла так выкинула от моей баха ключи и все смотрите что случилось с ножиком я не знаю почему он лежал и такое вот с ним произошло возможно от перепада температурных условий не знаю ну нормально работающий ножик и вот такой вот тоже новый так дальше вот такие саморезы смотрите тут линейку можно вот так вырезать и считает покупать не надо так берем наш инвалид ножик вот как поместил есть 200 штук хорошо поместились с горочкой дальше дальше вот эти вот они почти одинаковые но разные открываем их вот это вот набор владельца автолаза нечет у меня два скотча они будут в контейнере хранится вот такой контейнер как раз таки вот для такой мелочевки иголки то есть если сшить надо будет что-нибудь на всякий случай надо нитки сейчас мы все это по красоте замотаем дальше вот эта коробка мне нравится удобная коробка хорошая коробка поставим сюда вот вообще красиво как будто кто-то живет хомуты вообще на не нужны были маленькие вот такие надо купить вот такие надо купить вообще черные надо было купить но я не нашла черных маленьких там был только огромный вообще красиво я так предполагаю это органайзер какой-то для посуды может быть был вообще красиво типа ложки там клали бы тут мини тарелки такие маленькие тарелки для микробов короче вообще красота сейчас а это вот как раз таки для мелочевки будет контейнер да чтобы под него этот туда класть потому что если сюда что-нибудь положите он может упасть соскользнуть это вообще логично вот так сделать контейнер обалденный блин смотри даже не подумали чтобы на крышку ставить он на крышку болтается короче мне только что показали что оказывается нужно ставить не как горшок цветочный типа вот так вот а нужно вот так поставить и так он прям чуть-чуть вот подходит и не шатается ладно мое упущение тут так же сделаем и вот мне вообще нравится красивый мешок поставить вот сюда красиво как профессиональный как профессиональный сервисный центр в общем я забыла записать для вас прощание потому что на предыдущем кадре уже ролик должен был быть закончен но благо я приехала опять в гараж и покажу вам как раз таки что я сделала не смотрите на мое лицо а ну может быть где-то чумазом где-то еще что-то потому что не очень грязные руки но я разобрала весь салон просто весь салон вы видите насколько здесь грязный салон я обалдела конечно часто такое встречается там видимо мыши по криза погрызли сидушку потому что она вся была разгрызана такая и вот такую кучку себе смастерили здесь сено какие-то пенопласт какой-то или еще что-то вот это моя варежка окей я ее выкинула сама туда когда разбирала салон разобрала дверные карты что будет дальше вы уже можете посмотреть в инстаграме и посмотрите в каком состоянии здесь сидушки водительскую сидушку я точно буду менять потому что там огромная просто дырень вот тут вот в которую я не знаю любой двухметровый мужик сядет и провалится ничего не будет видеть на дороге это сидушку тоже желательно поменять но не знаю если по дешевке найду переднюю пассажирская то поменяю вот эти сидушки я вообще думаю забрать задние домой и помыть их потому что они в чем-то измазаны они все грязные пока без понятия но я сейчас ухожу домой на этом мой видеоролик подходит концу хочу вам сказать всем подписывайтесь на меня ставьте лайки оставляйте свои комментарии спасибо спасибо Продолжение следует...